В Украину доставили американские реактивные системы залпового огня М-142 «Хаймарс», дальность стрельбы которых 300 км, причем в том числе управляемыми ракетами. По сути, это ольха на максималках. Орки ховайты зьвжито. Министр обороны США Ллой Тостин после визита в Киев сообщил, что 18 американских гаубиц М-777 уже находятся в Украине. Сейчас готовятся еще 7. Плюс 72 будут в ближайшее время. Завершена подготовка 50 украинских артиллеристов. Скоро начинается шестидневный курс уже для следующих 50. Ну что, россияне, мы были объективно слабее в арте, но даже с дефицитом боеприпасов, разношенными стволами и неполными батареями мы вам вставили по самое не могу. С сотнями тысяч боеприпасов, с новыми 155-мм гаубицами и артиллеристами, прошедшими полноценное обучение, мы вам вернем с процентами все то, что задолжали. Расплата все ближе. В Кременной одним махом взорвали и оккупационного мэра, и целую пригоршню военных советников. Это то, о чем умные люди говорили задолго до февраля. Можно временно оккупировать какие-то части Украины, а вот удержать. Как? Финляндия и Швеция не будут ждать саммита НАТО в конце июня и подадут заявки на вступление в Альянс уже в мае. Об этом сообщает финская газета Илталехти. Российский нефтетрейдер Роснефть не смог продать 6,5 миллионов тонн нефти во время тендера, поскольку требовал полной оплаты в рублях. Правительство Германии получило очередную заявку на экспорт 88 танков «Леопард» для Украины – Уэльт. Компания-производитель «Рейн Металл» заявила, что доставка будет возможна через несколько недель. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт официально подтвердила, что Германия передаст Украине зенитные самоходные установки. Это кадр из видеообыска у «Собиравшихся убить Соловьева». Дарственная надпись на книге. Автора автографа зовут «Подпись неразборчива». Понимаете? Чекистам, фабриковавшим этот бред, приказали написать «неразборчиво». Но они написали «Подпись неразборчива». Дебилы. В связи с постепенным отказом европейских государств закупать российскую кровавую нефть, на рынке ЕС мог возникнуть дефицит черного золота. Чтобы этого избежать, европейцы договорились с арабами и теперь объединенные Арабские Эмираты впервые за несколько лет будут экспортировать нефть в Евросоюз. Французская компания, которая будет проворачивать операцию по лишению российских нефтянников части европейских денег, зафрахтовала для перевозки углеводородов супертанкер под названием «Москоу Спирит». Хороший троллинг Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подсчитал потери оккупантов на поле боя. Он сказал, что по оценкам Минобороны Королевства около 15 тысяч российских военнослужащих были убиты. Примерно 2000 единиц бронетехники были уничтожены или захвачены. По его словам, это не менее 530 танков, 530 бронетранспортеров, 560 боевых машин пехоты. Уоллес также указал, что Россия потеряла более 60 вертолетов и истребителей. По его словам, Кремль потерпел неудачу почти во всех своих целях. Украинцы сражаются. Нефтебаза в Брянске все еще пылает. Великобритания отменит пошлины на все товары из Украины, пишет Reuters. Тарифы будут снижены до ноля, а все квоты отменены, сообщило британское правительство в понедельник. Этот шаг даст толчок украинскому бизнесу. В настоящее время средняя пошлина на украинский импорт составляет около 22%. В то же время Британия объявила новый запрет на экспорт в Россию, на этот раз технологий и товаров, которые, как утверждают британские власти, могут использоваться против Украины. Под запрет попадает оборудование для перехвата и мониторинга. Что пишут на России? Российская армия, судя по всему, готовится перенести главный удар на южное направление. Войска концентрируются для наступления в Запорожской и Херсонской областях. По информации из Генштаба, есть поставленная Путиным задача занять Донецкую и Луганскую области до средины мая, одновременно нанеся удары через Николаев на Одессу и через Запорожье на Кривой Рог. К 1 июня есть задача отрезать Украину от моря, выйти на границы с Молдовой и Румынией. На территории Молдовы возможно проведение спецоперации по обеспечению защиты граждан и правопорядка силами российских войск и Росгвардии, утверждает источник. В находящихся в зоне боевых действий частях к этим планам относятся скептически. Чтобы куда-то там выходить к 9 мая, 1 июня или 131 декабря, надо иметь нормальное вооружение, а не тот хлам, который нам приходит, возмущается российский офицер, воюющий на востоке Украины. По его словам, ежедневно приходится решать проблемы с некачественными боеприпасами, с неработающими или работающими не так, как надо, техникой и вооружением. По словам нескольких российских офицеров, участвующих в боевых действиях, постоянно возникают проблемы с танками. Сотни машин встают еще по дороге в Украину из-за поломок. Десятки выходят из строя уже в зоне боевых действий. Регулярно возникают ситуации, когда экипажи танков не могут выполнить поставленную задачу из-за поломки оборудования. Не работают или работают плохо комплексы наведения активной защиты автоматического заряжения снарядов. Хуже всего показали себя новые Т-90, которые выходят из строя чаще старых Т-72, вытащенных с баз длительного хранения. Большие претензии у офицеров к боеприпасам для танков ИСАУ – самоходных артиллерийских установок – до трети снарядов 125-го калибра не взрываются при попаданиях или не обладают необходимой пробивной силой, чтобы уничтожить укрепленные огневые точки или бронетехнику. «Расход боеприпасов большой, а толку никакого от этой пальбы, только грохот. Снаряды просто не берут цель, отскакивают, не пробивая», – жалуется российский артиллерист. На проблемы с качеством ракеты системного ведения жаловались офицеры ракетных войск. По их словам, дефицит ракет возник еще в середине марта. С тех пор с ним справляются, снижая интенсивность обстрелов на несколько дней. Но к дефициту добавился заводской брак. «Идут новые боеприпасы, потому что запас старых вышел», – говорит ракетчик. «Они сделаны ниже всяких стандартов качества. Сильно быстро делали. В итоге они не разрываются или дают погрешность от цели в несколько километров», – рассказывает офицер. Начались проблемы с боеприпасами для РСЗО «ГРАД». При выстрелах пакетом снаряды должны ложиться в шахматном порядке в районе цели. А они разлетаются в разные стороны, как пули 5.45, и не дают никакого эффекта. Украинские военные подтверждают, что эффективность российских РСЗО в апреле резко снизилась. Похоже, что проблемы с качеством боеприпасов и с экипажами, потому что слишком большой разлет при выстрелах и слишком плохая работа наводчиков. «ГРАД» сам по себе оружие невысокоточное, но они стали промахиваться на 1-2 километра от того участка, который хотят накрыть. Это часто приводит к гибели гражданских, – рассказывает украинский офицер. Большие проблемы в российской армии и с подготовкой кадров, особенно экипажей танков, артиллеристов, ракетчиков. Ситуация усугубляется еще и проблемами в оборонной промышленности в тылу. По информации источников предприятия корпорации «Уралвагонзавод», занимающиеся модернизацией танков, расконсервированных с длительных баз хранения, срывают сроки работ и по модернизации, и по ремонту техники. Руководству уже грозят карами из Москвы, но толку это не дает, потому что корпорация не имеет производственных мощностей для такой интенсивной работы. Как в таких условиях Генштаб и Путин хотят выйти на границы Молдовы и Румынии и отрезать Украину от моря – непонятно. Вероятно, так же, как планировали взять Киев в первые три дня войны. Как сообщает газета «Туризм Газетесси», представитель крупнейшего европейского туроператора Туи Тантур направил отделам Турции требование, в котором говорится о необходимости отменить бронь всех туристов из России. Причем речь идет даже о тех россиянах, которые уже успели вселиться в номера. Их, по мнению туроператора, надлежит выселить и отправить по направлению русского корабля. Данное требование компания объяснила тем фактом, что туристические компании, отправляющие европейских отдыхающих в Турцию, поставили ультиматум, чтобы в отелях, где будут проживать их клиенты, не было русских. Ни одного. Издание уточняет, что путешественники-индивидуалы из Европы также требуют от отелей прекратить работать с россиянами. В Днепре изменили название более трех десятков улиц и переулков в разных районах города. Решение было принято на сессии горсовета. Вместо названий улиц Абхазской, Алтайской, Белгородской, Беломорской, Домодедовской, Орской, Псковской, переулок Бурятский, Воркутинский появятся такие названия, как Ирпенская, Бородянская, Авдеевская, Чернобаевская, Ворзельская, Научных работников, Краматорская, Салтовская, переулок Волевой, Бучанский, Азовстали и ТД. Местные СМИ сообщили о взрывах у здания Министерства госбезопасности в Тирасполе. Взрывы в так называемой ПМР – спланированная провокация российских спецслужб ГУРМО. Для руководства ПМР это событие не стало неожиданностью. Еще 22 апреля секретарь Госкомиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций Вадим Шмаленко обратился с письмом к председателю Каменского района Владимиру Бычкову. В нем говорилось о срочной подготовке сведений о наличии и местоположении защищенного пункта управления гражданской обороны города с указанием Наименование объекта, адрес размещения, тип защитного сооружения. В случае отсутствия такого пункта ставился вопрос о его срочном создании. То есть еще за три дня до инцидента руководители ПМР уже готовились к его проведению и позаботились об обустройстве защищенного и комфортного бункера. Очевидно, что этот случай – один из ряда провокативных мероприятий, организованных ФСБ для нагнетания панических и антиукраинских настроений. По замыслу авторов, они должны оправдать войну на территории Украины или привлечь ПМР к боевым действиям. Либо в качестве территории с определенным мобилизационным резервом или как территорию, с которой российские войска могут проводить атаки на украинскую территорию. Напоминаем, 22 апреля заместитель командующего войсками Центрального военного округа РФ генерал-майор Рустам Минникаев озвучил планы по непризнанной ПМР. Он заявил, что у российской армии есть задача установления полного контроля над Донбассом и Южной Украиной. После этого оккупанты хотят пробить коридор в непризнанную ПМР, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения. По имеющейся информации, ФСБ продолжит серию провокативных терактов на территории ПМР. В Брянские области продолжаются массовые эвакуации. Вначале на улицы вывели всех школьников. Затем поступили сообщения о минировании зданий суда в Дядьковском и Севском районах. Теперь стало известно об эвакуации людей из Брянской городской администрации. Всех чиновников и посетителей вывели, на месте работают сотрудники МЧС, спецслужбы и медики. Причина эвакуации пока не сообщается. В Британии заявили, что Украина может абсолютно законно атаковать военные объекты на России. Украинские силы могут использовать западное оружие для атак на военные объекты на территории России для нарушения их логистики и линий снабжения. Это вполне законная часть войны. Об этом в эфире BBC Radio заявил парламентарий, отвечающий за направление вооруженных сил Великобритании Джеймс Гиппи. Дело в том, что Украина – суверенная страна, которая мирно жила в своих границах, а затем другая страна решила нарушить эти границы и ввести в страну 130 тысяч военнослужащих. Это дало начало войне между Украиной и Россией. А в войне Украина должна нанести удар вглубь противника, чтобы атаковать его логистические линии, запасы топлива, склады боеприпасов и эта часть войны, сказал Гиппи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok